Друзья, привет! Мы в Икеа Казань. Сейчас идем, все вам покажем, расскажем. Увидим, уже пробежалась одну позицию из новой коллекции, по которой все страдают. Будем надеяться, что она есть в полном объеме. Мы вам все-все снимем и покажем. Пойдем смотреть. Друзья, сначала мы вас познакомим с интерьерами, которые есть в Икеа Казань. Ну, так как мы все, в принципе, уже давно не снимали вам отдельные интерьеры, здесь убьем двух зайцев. И посмотрите, может быть, какие-то идеи для себя возьмете и посмотрите, как это все выглядит в Казани. Так, значит, первое, что это? Ну, кухня объединенная с гостиной. Цвета модные сейчас в сочетании фиолетового и желтого. Любимый диван Аскеста. Стенка Беста в сочетании с модулями Экет. Здесь глубокий желтый, здесь более такой, ну, яркий желтый, да, у Аскеста, у дивана. Классическая Беста по ценникам. Беста по Фэмили сейчас 37 стон. И это у нас до 18 декабря. В том числе включены шкафы Экет с накладными шинами. Подсветка отдельно. Так, во внутреннюю буду заглядывать? Ну, если что-то необычное будет. Бестовские ящики для хранения. Узкий ящик, глубокий ящик, причем как-то плохо отрегулировано, то ли уже разболталось. Ну, хотя у Беста, ну, нет такого разболтывания. Кстати, это глянцевые фасады. Здесь просто глянец, а здесь у нас силовикин. Дымчатый белый. Ну, мы снимали, кстати, все фасады в обзоре Беста. Здесь наша задача все-таки вам не разложить, что как, а чтобы у вас какая-то идея возникла. Здесь у нас метод. Кстати, вот опять же, да, убиваем двух зайцев. Вы давно просили какое-то количество методов показать. Метод рингульт вахторб. Пожалуйста, из столешницы сделан целый стол. Каким образом все это может быть? Варочная, духовка. Здесь угловой шкаф с каруселькой. Здесь двойная каруселька. Каруселька – это удобно. Честно, я давно уже о такой мечтаю, но мы пока еще кухню не меняем. У нас живет еще старенькая Альбру. Хранение под раковиной. И маленький холодильник. Это, кстати, вариант для съемных квартир, студий. Потому что для семьи этого холодильника просто не хватит. И, кстати, как выглядит, да, без... Очень многие спрашивают, можно ли сделать икеевскую кухню безверху. Ребята, вполне. Пожалуйста, вот вам стена, украшайте ее, декорируйте, как хотите. Давай заглянем в уголок. Здесь у нас ПАКС. ПАКС 35-й. Высота 2,36. По вместимости, да, то есть, если, например, это какие-то легкие блузки, платья, рубашки, ну, очень много можно уместить. Ну, если куртки, 2-3 штуки, больше не влезет. Вторую половинку покажем. Вот почему я не люблю снимать в других магазинах. Каждый раз нужно 10 раз объяснить, что ты не врублюд. Почему-то в Турции нужно было только один раз объяснить. Здесь мы уже третий раз объясняем, хотя только снимать начали. Ну, это лирика. Так, мы находимся в ванной, то есть, которая примыкает к этому интерьеру. Но, в принципе, это больше на квартиру-студию похоже, да, Дим? То есть, какие-то такие небольшие элементы, где и диван сразу, и шкаф. Квартира безнадежного пластика. Да? Да. То есть, вдвоем здесь уже не уместишься. Годоваргоны. Покажешь? Столешница. Здесь шкафчик Годоваргон. У нас такой же, только не глянец. У нас обычный. И вот здесь у нас пошла уже отслойка. Шкафчику полтора года. Я уже в который раз говорю, что будем менять. Никак руки до этого не дойдутся. По этому шкафу уже миллион раз воду пела, объясняла, что он очень уместительный. И очень-очень много вещей сюда умещается. Душевая кабина. Ну, здесь подразумевает все-таки занавеску по-другому. Просто не помыться. Вот такой вариант интерьера. Пойдем смотреть следующий. Подожди. Друзья, следующий интерьер, это детская. Единственное, что не указана квадратура. Ну, вот так визуально. Ну, квадратов 15-16, не меньше. Да, Дим? Ну, да. Потому что часто возникает вопрос, а как? Извини, здесь и стула, здесь и кровать-чердак, детская кроватка. Еще одна стула, то есть очень много. Хочу сразу отметить такой момент. Скажи, пожалуйста, поближе. Очень часто у покупателей возникает вопрос, чем покрашены. Я много раз видела, люди стоят в Нижнем Новгороде, смотрят пол, стены ковыряют, пытаются понять, что это. Вот, даже вопросов никаких не возникает. Какой магазин предоставил и что именно предоставил? Чем покрасили, чем покрыли. Кстати, покрытие интересное. Очень умажется. Размещено очень много. Линейка стула. Но здесь все-таки подразумевается, да, небольшой ребенок. Какие-то дополнительные вещи. Стул мы вот только снимали. Вот, показано, каким образом можно использовать для маленького ребенка. Ну, как бы ребенка, допустим, 3-4 лет, чтобы он мог уже самостоятельно складывать свои вещи. Детская вся такая, сине-голубая-белая. Детская кроватка Сундвик на положение 1,30 метра. Здесь у нас растущий стул Поль. Со всевозможными аксессуарами. На них акцент отдельно делать не буду. Мы все это снимали уже во всех обзорах. Еще дополнительный шкаф стула уже подразумевается подросток. То есть, потому что все высоко. Большие полки. Покажешь? Еще вариант исполнения стула. Модуль для хранения, он же служит пуфом, на котором можно посидеть. Дополнительный пуф-подушка, которую можно расстелить. Ребят, сразу говорю, в интерьерах указывать, наверное, просто нереально каждую позицию, чтобы вы поняли, что это и как. Поэтому, если с чем-то не разобрались, пишите, на какой минуте мы вам расскажем. Каркас кровати Витвал. Мы вам его показывали детально в Икеа Стамбул. По нему прямо отдельно есть обзор. Пожалуйста, смотрите, изучайте. И вот, каким образом сочетается Витвал с растущим столом Поль. Столом Поль. То есть стол, Поль. Здесь использовано два стола в максимальной высоте. Могу даже сесть. При моем росте метр семьдесят. Ну, чуточку у меня как бы низковато. Вот хотелось бы повыше. Но ребенку, я считаю, вполне. То есть учить уроки, ну, более-менее нормально. Следующий интерьер. Тоже, наверное, мечта холокстика, да? Спальня-гостиная. Все вместе объединено. Но больше на спальню похоже. Такое интересное сочетание зелено-бежевого. Очень много ивара, зелени. Уютность. Жалко, опять, что нет квадратуры. Здесь у нас ивар. Со всевозможными штуками. Все, что хотите. Кстати, вариант, да? От казанских дизайнеров. Подставочка за 29 рублей. Верхушка миски. Закрывающаяся она отдельно. Ребята, не помню цену. Подсвечник за 40 рублей. В него насыпали камушков. И вставили кусочки от фейки. Кто любит такие вещи, пожалуйста. Все, можно сказать, из подручных материалов сделано. И то же самое сделано. Большего размера. С вазочкой за 59 рублей. И дощечка фисенера за 400. Стол ингу, самый бюджетный в Икее. Но все равно покрасить желательно. Кровать рекены. На стене в качестве модуля для хранения всевозможные крючки и факс. Давай посмотрим то, что внутри. Ну, хотя здесь, в принципе, вдвоем можно разместиться. Ребята, громадная гостиная. Гостиная с кабинетом. У кого есть такие помещения, по-доброму завидую. Здесь у нас хавста. Основное место занимает это и стеллажи, и комбинации для хранения хавста. Кстати, Дим, пойдем покажем нюансы, какие у хавста возникают сразу. Хавста – это массив. Почему-то очень-очень небюджетный, хотя массив сосны используется. На сером цвете заметны все царапинки, коцки, сколы. То есть вот прям смело бери кисточку с краской и начинай подкрашивать. Серия небюджетная. Вот такой темно-коричневый шкаф, но на самом деле он больше в сироту уходит. Обходится в 35 тысяч. Стеллажи отдельно. Диван Литгульд. По нему будем отдельно снимать обзор. Это тот диван, который из кожи и за немаленькие деньги. Кожа здесь, кстати, натуральная. Диванчик. Собачий-кошачий. Мини-сольсты. Мини-мини. Да, есть. Мини-мини-сольсты. Здесь дальше у нас коровья шкура. Новый год уже вовсю. Замена Маркуса. Мы вам его в одном из обзоров снимали уже, в новинках. И в Турции мы его показывали. Хавста сочетали с Мальшо. Кстати, неплохо сочетается. Но Мальшо, сразу скажу, более износостойкое. У него нет таких проблем, нет вот этих задиров. Здесь массив идет только в облицовке. В общем, боковая, так, ДВП. Здесь ясеневый шпон. Соответственно, в этой ситуации, если выбираете между-между, лучше взять ДВП шпонированное. Оно более износостойкое. А выглядит точно так же, как массив дерева, но не имеет вот таких вот нюансов с эксплуатацией. Следующий интерьер, прямо вот студенческий-студенческий. Очень подойдет для проживания в общежитии. То есть здесь и разделение, здесь и перегородка. Тканевые шкафчики по 1300, которые вполне вместительны. Самая бюджетная кровать. По-моему, даже это не кровать. Нет, я ошиблась. Это диван беденги на метр сорок разложенный. Что у нас здесь еще? Стеллаж Калакс перевернут в виде тумбы под ТВ. Еще один маленький стеллаж Калакс. Здесь организовано хранение, даже место для котика. Цветок юка. Напольная вешалка рига. Уголок для переодевания. Пожалуйста, вот вам идея обычной. Что это? ДСП фанера. Толстая фанера. На которой навешаны крючки, всевозможные аксессуары. Точно такая же фанера в пару. Висит на стене, на ней развешаны рамки. Такой бюджетный интерьер относительно по деньгам. Но вполне лаконично смотрится. И при этом можно все это, практически все забрать с собой. Здесь уже, друзья, полноценная квартира. Кстати, хочу отметить, несмотря на то, что понедельник, к утру народу прибывает и прибывает. И уже в некоторых интерьерах мы просто не можем снять по причине того, что там сидят люди. Так, получается, это гости... Я бы назвала все-таки это студией. Здесь объединено все. И детский уголок, и спальня родителей, и мини-гостиная, еще и рабочее место, и детский угол. То есть такое ощущение, что это семья с двумя детьми. Ну, возможно, такие идеи были у дизайнеров. Шкаф Pax Bergsbund, трехметровый, на 58 глубина. Друзья мои, сюда уместится все. Все, 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 и даже больше. Кровать овскволь. Смотрите, как сделано, да? Изголовье в другую сторону повернуто. Висит телевизор. Да? Да. И место сэкономить, соответственно, да? Чтобы не расстояние было. Детский угол. Примерно такая же зона есть у нас в Нижнем Новгороде. Вот такой уютный балкончик. Кстати, 38 квадратов все помещение. То, что мы сейчас снимаем. Вполне однушка, студия, которую можно вот так вот лаконично все разместить. Есть, ну, единственное, что где кухня, да? То есть кухня должна быть отдельная. Ну, однокомнатная квартира. Уже здесь 40 квадратов? Ну, с балконом только. Стеллажи «Калакс» в качестве места для хранения. Ящики в стулу. Удобно. Все детские игрушки можно спихать в одно место. И при этом дома ничего не валяется. То есть не надо такой вот бешеной сортировки. Тут у нас линмон с ножками Гудвин. У нас стенные панели «Скодис». Если, например, муж... Да не важно, кто, да? Кто-то в семье занимается чертежами, проектированием. Ну, на самом деле, это спасение. То есть есть где все это развесить. Не надо искать какое-то определенное место. То есть это именно рабочее место, которое висит все на стене. Вот такой вот интерьер предлагают дизайнеры. Пустоватый. Неуютно? Нет. Много белого слишком. Пойдем, здесь освободился интерьер. Следующий интерьер – это гостиная. Здесь у нас Беста. Много Беста. Диван Лангруста. Кстати, смотрите, что мне понравилось. Уденькие Беста, которые обычно вешают на потолок. Вот таким образом окантован вокруг дивана. Тоже удобное место для хранения. И ящики Тиена по 169 рублей отлично сюда вписываются. То есть ставится модуль, ставятся полочки. И вы раскладываете. Но, не знаю, в условиях дома это, наверное, будет... Я сужу по своим детям. Это будет вечный бардак. Дополнительно еще Беста. Зачем-то закрытое стекло. Ну, смотрится вроде бы неплохо. Здесь вот, допустим, еще... А, ну, вместо торшера здесь лампа яшна на прищепке. То есть есть где почитать, посидеть. Это как-то угол мне немного непонятен. Бог с ним. Еще, смотри, необычное решение. Линмон Алекс в сочетании с подвешенной тумбой Беста. На одной стороне. То есть это у нас большая двухметровая столешница. С одной стороны это тумба Алекс. Одна нога. Альдис. И повесили тумбу Беста. То есть для хранения здесь очень много места. Как тебе такое решение? Оригинально. Ну, вот такого мы еще не видели. Вот это вот необычно, ребят. Это и функционально, и на самом деле очень много места. И еще нет. Ну, я думаю, это в середине же ножка лишняя будет. А без нее нельзя двухметровку ставить? Да понятно, что нельзя. Но площадь соприкосновения, смотри, тут убочка сантиметров 30. И полочка. Нет, это для одного, судя по всему, стол подразумевается. Да я бы убрал ножку в середине. Как бы ты закрепил? Так, вот такие ножницы-фолье надо купить. Потому что у нас их уже нет. А клиенты просят. Так, народ вроде немножко схлынул. Идем дальше снимать. Мы там показали или отдельно поговорим? Давай, показали. Мне не помню вот этого ковра, когда мы снимали. Лангруста здесь представлена вся и диван. Это не диван-кровать, просто диван, кресло, еще и пуф. То есть такая вот гостиная, которая подразумевает. А нет, лангруста, туплю, сори. Это раскладывается в полноценную двухспалку. То есть здесь можно и поспать. Ведбу, кресло неплохо сочетается по цвету. Но здесь оно более светло-серое. Здесь нужно добавить пледик чуть потемнее в цвет, чтобы скомпенсировать. Но, опять же, это мое мнение. Стенка Беста. Новые фасадики. Дима, давай покажем. Такие вот зазубринки. Единственное, что не забываем, что пыль будет скапливаться. То есть это нужно будет все-таки постоянно протирать. Так, как у нас фасад-то называется? А здесь даже не указали, что за фасад. Данная комбинация 19 050. То есть вот все, что на стене. Раз, два, три, четыре, пять. Те уже отдельно. Пойдемте, гуляем. Нашли вот такой девичий интерьер. То есть здесь, получается, бывшее детское, переделанное уже в комнату взрослой девочки. Смотрите, каркас Труфаст, который раньше использовался для игрушек, теперь он используется для чего-то другого. Возможно, это и украшения, какие-то мелкие предметы одежды, интерьера. Если человек чем-то занимается, там, рисует, лепит, все то же самое туда можно сложить. Это и место, где можно посидеть, порелаксировать и подружек встретить. То есть антураж меняем, меняем немного наполнения, меняем аксессуары и из детской комнаты получаем взрослую комнату. Еще хочу отметить вот такую вещь. У нас, кстати, Лена Романова, привет. Вот такую штучку уже сделала своим девочкам в комнату. Где-то раз в три года она меняет занавески. У нее сейчас вторая смена занавесок произошла, потому что девочки подросли, она им поменяла цветовую гамму. У Лены система ольгот, а здесь вообще бюджетно. Вешалка мулек, она на самом деле вмещает очень много одежды. Хотя, честно, я бы вместо вот этих полок все-таки использовала ольгот. Но, когда, например, это будет уже неактуально, здесь не будет гардероба, что-то будет другое, просто убирается вешалка, убирается штора, направляющая, у вас остается гостиная. Вот такое вот необычное сочетание от казанских дизайнеров. 13 квадратов помещения. Наконец-то мы нашли квадратуру, чтобы у вас хотя бы было понимание, что и как где расположено. Такой интересный, но немножко угрюмый интерьер, жизни как бы не хватает. Тоже, опять же, возможно, вот, ну, на стиле, да, сыграно. Фрихитон диван, кстати, хочу отметить, в казанской икеи холодно. Люди в основном в верхней одежде. Вот я сейчас села на диван, на нем сидит холодно. То есть прям пупой ощущается холодная поверхность. А здесь у нас пакс, здесь у нас беста. Дима, поближе подойти. Черное стекло беста. Ребят, пыль будет у вас постоянно. Постоянно. Про это не забываем. Это здесь вот я сейчас повозюкала руками, постирала. Здесь у нас стеллажи Калакс. В качестве дополнительных игровых зон тоже интересное решение. Полки, лак. На них написано просто бешеное количество коробок Тиена. В принципе, документы, что-то можно разложить, не имея шкафа, можно воспользоваться только одной полкой. Полки, лак и на второй стене. Такой же длины. И еще полочки Масленда добавлены. Большая полочка и коротенькая, чтобы равновесить длину. Но если чуть поаккуратнее сделать, то можно прямо ее практически в единую конструкцию, эту полку, соединить. Очень любят у нас в России эти полки под иконы. Используют вообще. Это картины, это какие-то изображения. То есть, это полка для рамок. Пакс у нас с дверями белыми фордаль. Полноценный пакс, 58 сантиметров, 2,36 высота, с ящиками, с корзинами. Его можно сделать бюджетнее, такой модуль. Например, ящики заменить только на корзины. Это в три раза дешевле, заменить белые двери на другие. Либо, наоборот, апгрейдить и сделать более интересным, добавив другие элементы и детали. По паксу, соответственно, у нас тоже обзор есть на канале. Скоро мы будем вообще, наверное, говорить. Заходите в эфир и говорите. Ребят, у нас есть обзоры на все. Заходите. А зеркало не седали. Большое, с подсветкой шоп. Как это выглядит? У подсветки, к сожалению, нет никаких регулировок, только где-то должен быть тумблер. Ничего нет, ничего не нахожу. Как это его выключить? Всю ночь будет гореть? Весь день и так и до бесконечности. Про пыль уже говорила. На черных фасадах она везде. От нее никуда не спрятаться, не скрыться. Так, пойдемте заглянем вот в такую трехкомнатную квартиру. Чего? 58 квадратов, пошли с мокрой. Да, я говорю, трешка, 58 квадратов. Подожди, практически наши 58 квадратов. У нас тут 60. Пойдем сначала в спальню. Спальня 15 квадратов. Что-то мне это напоминает. В нижнем есть подобный интерьер. Давненько, давненько мы снимали. Тоже Малюм, тоже Беста. Так, значит, у нас здесь кровать Мальм, окно и модуль Беста, который раскидан по всему периметру. В принципе, ребята, это удобно, когда нет места, куда поставить полноценный шкаф либо какие-то дополнительные комоды. Но есть дофига, да, барахла, которые нужно хранить. Пожалуйста, вот такие модули развешиваем. Единственное, что прям вот призываю вас хорошо и правильно закрепить их к стене, иначе все это рухнет. Так, рамочки, полочки. Кстати, полка Масленда тоже использована как поверхность под ТВ. Сюда можно положить и сетевой фильтр, и пульт, и какие-то мелкие вещи. При этом, то есть толщина телевизора такая же, как у полки Масленда, и вы не задеваетесь. То есть вас ничего не выпирает, у вас очень маленький узкий проход, и при этом есть поверхность для... Мама! Дальше здесь дополнительно еще стоит шкаф ПАКС, глубиной 35, высотой 2,36. Комод Мальм, заменяющий женский туалетный столик, то есть есть где накраситься, есть куда сложить все свои вещи мелкие, а дальше уже можно использовать по назначению. Торшер в виде и подставка под цветочки. Тоже удобно, не нужно загромождать подоконники, места занимает мало, уюта и приятности еще гораздо больше, чем занимает место. Так, комната была 12 или 13 квадратов? 12 квадратов. Дальше у нас гостиная, 15 квадратов. Ну, тут видите, короче, шкафы. Здесь полностью стенка Беста, сочетание, смотрите, Беста и ПАКС. Дим, пойдем покажем? В общем, Беста под беленый дуб и ПАКС под беленый дуб полностью идентичны. Это Беста, это Беста, это ПАКС. Кто сомневался в плане сочетаемости, пожалуйста, сочетайте все полностью. Диван Генарп, который мы не любим. Вот, кстати, покажи. Это интерьерный вариант, на который иногда присаживаются люди. Вот что происходит с подушками. То есть дома это будет всегда выглядеть вот так. Всегда будет так вот сжато и смазано. Так, туалет, ванна, квадратуру. Ванна 5 квадратов, душевая кабина, рогрунт. Это удобно для хранения полотенец, хотя я сужу по своей семье, у нас бы вечно было навалено все. Система нет, не ольгот, вру. Использовали метод, кухонные шкафчики. Кстати, тоже имеет место быть, когда вам по размеру подходят, почему бы нет. Только единственное, что помещение просушивать нужно более-менее. Смотрите, сортировка белья удобно, да, 30, 40, 60 градусов, то есть сразу раскладывается грязное белье, чтобы не заморачиваться. По сортировке. наполнилась нижняя часть. Это надо все убирать, контейнер? Нет. А как ты это все достанешь? На корточке? А как? А как я из корзины белье достаю? Сажусь на корточке. Не оригинально. Это вопрос мужчин, потому что мужчины, в принципе, стирки обычно не занимаются. Не практично. Ну, может быть, не практично. Узкий коридор. О чем я твержу мужу, что нам нужно поставить шкаф. Дима, вот тебе вариант. Не нужен. Не нужен нам шкаф, живем без шкафа. Так, здесь у нас пакс. Галошин-цитронус, про который недавно разговаривали. Панелька с кодис, кстати, удобно. Ключи. Какие-то мелкие вещи, которые вечно теряют все, можно складывать сюда. Полка, чусик для обуви. Коврика только. Единственное, что не хватает, потому что в осенне-зимний период будет всегда грязь. Вешалка, чусик для головных уборов. Она, кстати, сейчас по фэмболи 1300, по крайней мере, в нижнем. Не могу сказать, сколько она стоит в Казани, но ценник здесь общий. Пакс узкий, 35-й, с дверями 43. Но сюда особо верхние вещи не поубираешь. То есть вечно будет тут либо надо вот эту полку убирать, чтобы более-менее уместиться. Но дизайнеры увидели так. Когда вы будете делать это под себя, вы уже продумываете обязательно максимальную длину той вещи, которую вы используете. Вот здесь уже побольше. Обезопасено со всех сторон. Все приклеено, все прибито. Не дай бог, кто с курткой дырявой уйдет из магазина. А дальше кухня. Квадратуру у кухни не вижу, но не особо, в принципе, большая. Есть где и развернуться, друг на друга не покажутся. Но удобная квадратная форма. У нас, например, примерно такая же кухня, но она у нас и вытянутая. И вот так мы уже расставить не можем. Будем просто биться друг об друга. Здесь у нас метод. Метод с фасадами рингульта, если я не ошибаюсь. Да, рингульт белый глянец. Кстати, хочу показать угол верхний, как это выглядит. Нас видно? Отлично. То есть сюда складываем какие-то... Ну, единственное, что нужно постоянно доставать, перекладывать. Поэтому данный угол используем не при... В общем, не тот шкаф, который вы лазите вот ежеминутно, когда готовите. Вытяжка, варка, шкафчик над вытяжкой. Когда берем вот такую вытяжку, шкафчик у вас практически остается нетронутым. То есть вместо вытяжки у вас занимает шкафчик. Ну и у вас есть полноценный вытяжной колпак, который все забирает с собой, когда вы готовите. Здесь у нас посудомойка. Место подракованное, но оно уже прям банальное. Угол. Вот теперь смотрите угол без карусельки. Вот насколько это будет удобно. То есть если я, да, что-то готовлю, я так предполагаю, что здесь будет вечный бардак. Все время что-то сложено, накинуто, чтобы куда-то что-то залезть. Нужно там целиком практически забраться. Поэтому если берете угол, ставьте, ребят, карусельку. Но без карусельки это... У меня теряется весь смысл углового шкафа, если нет карусельки. Хотя, может быть, кто-то используется. Поделитесь, как вам. Так, здесь у нас Максимера средняя. Большая и маленькая под столовые приборы. Вот это я люблю. Этого сейчас мне не хватает на текущей кухне. Здесь полноценный холодильник. Кстати, цена за кухню 91 тысяча. Ботовая техника и подсветка отдельно. Полноценный холодоз. Вот здесь уже, мы с вами смотрели, с фасадами бубен, серыми, здесь уже цельная дверь. И чтобы залезть в верхний шкафчик, вам всегда нужно открывать холодильник. Этот момент тоже учитывайте. Поэтому лучше все-таки разделить. Но здесь лаконичность такая, что высокие, длинные фасады, нет никаких перерубаний. И дополнительно высокий шкаф с полками за 16 тысяч сейчас по Икеа Фемли. Вот вам место для воды, для кулера. Вполне можно. Нет, ни с кулера уже не уместится даже, просто только с помпой. Здесь у нас вот такой шкаф. Это уже хозь быть нужды. Здесь все подряд. Сюда можно и пылесос сложить, и какие-то уборочные вещи. В общем, все, что вам хочется, можно все упинать в этот шкаф. Смотрите, дополнили Беста. Голосветик Беста. Ну, как, мини такой сервантик. Но все равно кухня как-то перегроможденность что ли, да какая-то?